Иблис и Адам. Они оба ослушались Всевышнего. Но в их ослушании имеются отличия. Если говорить об Иблисе, он ослушался Всевышнего из чувства гордости, отказавшись совершить земной поклон Адаму. А что касается Адама, он ослушался из-за слабости. Он поддался наущению. И посмотрите, что сделал каждый из них после акта ослушания. Какова была их реакция? Иблис не старался обрести прощение Всевышнего, а наоборот. В своем высокомерии он высказал обвинение Всевышнему. В Коране говорится, что когда Всевышний обратился к Иблису со словами «Почему ты не совершил земной поклон? В чем твоя проблема?» На что Иблис ответил «О мой Господь, это ты сделал так, чтобы я стал заблудшим. Это не моя вина, это по твоей воле так случилось». А какова была реакция Адама, алейхиссалям? Посмотрите на два разных ответа в случае ослушания того и другого. Они оба ослушались. Иблис ослушался, но его ослушание привело его к куфру, к неблагодарности, к отрицанию. Адам, алейхиссалям, тоже ослушался, но его ослушание привело его к раскаянию, к покаянию. И Всевышний принял покаяние Адама, алейхиссалям. Почему? Потому что Адам попросил Всевышнего «О Аллах, мы ошиблись. Если ты не простишь нас и не проявишь милость в отношении нас, то мы станем из числа заблудших». Иблис стал высокомерным. «Я не виноват, это твоя вина, это твоя воля. Вы и я, мы не ангелы, мы совершаем ошибки». Но что мы делаем после совершения греха? Мы хотим поступить как Адам или как Иблис? Мы следуем примеру пророка Адама, алейхиссалям, и просим прощения, «О Всевышний, я ошибся, это моя вина, прости меня, пожалуйста». Но те, кто следует Иблису, они говорят, «Не так уж я и согрешил, это не моя вина». Грех высокомерия намного хуже греха страсти. Мы не говорим, что грех страсти является разрешенным, нет. Но ошибка Адама была продиктована желанием обрести какое-то удовольствие. Он поддался наущению, и, конечно, это было неправильно, но этот грех не такой страшный, как грех высокомерия. Высокомерие – это грех Иблиса, и если кто-то находит себя совершающим его, то пусть хотя бы признает, что это грех. Есть надежда, что он исправится. И здесь очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Есть огромная разница между тем человеком, который совершил грех, и знает, что это грех, и между тем человеком, который говорит, «И что в этом такого? Мне все равно, это запретно или нет». Отвергать запрет Аллаха, говорить, что алкоголь не запретен, что мне это разрешено, но если кто-то говорит так, то пусть знает, что он следует за шайтаном, и такие действия являются куфром. Отрицать повеление Всевышнего – это куфр, не следовать повелениям Всевышнего в совершенной форме – это грех. Оба, и Иблис, и Адам обратились ко Всевышнему, но посмотрите на разницу в их дуа. Первое отличие – это когда каждый из них обратился ко Всевышнему. Иблис – в самом конце, когда уже не осталось никакой надежды. Адам, алейхиссалям, в самом начале, как только он осознал, что совершил ошибку, он сразу же обратился ко Всевышнему. Иблис продолжал спорить со Всевышним. «О Всевышний, я лучше Него. Он создан из глины, а я из огня. Ты стал причиной того, что я сделала это». И так продолжалось, пока Всевышний не проклял его. «Мое проклятие на тебе до конца времен». И Иблис попал в ловушку. У него не осталось надежды. И что он делает? Он просит «О Всевышний, позволь мне жить до судного дня». Из этого мы делаем вывод, что верующий никогда не откладывает обращение ко Всевышнему. Он не говорит «Совершу покаяние завтра». Нет. Он сразу же обращается ко Всевышнему. А тот, кто откладывает покаяние, тот следует за Иблисом. Продолжение следует...